Итак, друзья, всем привет! Сегодня 13 июля 2023 года. Друзья, сегодня я хотел бы поделиться своим опытом подсадки маток в основные семьи плодную на плодную. Смена маток, подсадка маток, это такое дело, ребята, трудоемкое, занимает много порой на это времени, уходит, чтобы подсадить правильно матку, чтобы ее пчелы не удалили, не ликвидировали. В общем, проблем много с подсадкой матки, тем более поменять на пасеке породу. Как я делаю, ребята, давайте сейчас я свой опыт расскажу, как мне можно это делать, как я могу это делать, менять маток плодную на плодную, потому что пасека у меня большая, и мне вот нянчиться вот с определенной пчелосемьей подсадки матки с ней просто у меня времени не хватит, а мне нужно поменять много маток, допустим, на своей пасеке. Давайте я приведу еще такой пример. Тут я показывал видео свое, привез раев, и в десяти раях я отыскал маток и подсадил свои матки нужные с нуклеусного парка. И итог получился то, что я там на видео показал, что восемь маток уже приняли, ходили. Девятая матка была все еще в клеточке, клеточку не прогрызли канди. Ну а десятая, там я матку не нашел. Ну сейчас я все опять проверил, посмотрел. Девятую матку выпустили, прекрасно ходит, она по сотам и червит. А вот десятой матки я не нашел. Пришлось мне подсадить снова маточку, десятую. Ну тут видите, как получилось, из десяти приняли девять маток. И вот о этом методе я, пожалуй, ребята, заострю внимание для вас, как я это сделал и как это получилось у меня, что маток приняли. А то много комментариев было раньше, читал, писали, что в непонятных раях, в злых, в среднерусской пчеле, от пчел другой породы, трудно поменять матку. Вот, допустим, у меня Бакфаст, и я как могу поменять, допустим, у среднерусской, там писали, что не принимают маток, не принимают, не хотят, берут в клубок, туда-сюда. А вот сейчас я уточню и покажу, что я для этого делаю, чтобы у меня был прием маток более-менее наилучший, скажем. Десять из девяти этот способ меня устраивает. Ну а сейчас еще покажу вам небольшую распаковку посылки, что я выписал от Tiki-Tek. Пришла очередная посылка, сделаем вскрытие, что я заказал, сейчас я вам все покажу. Ну, костюмы вы видели, в каких мы работаем. И заказал еще один костюм очередной для пчеловодства, для пасеки, для работы. Вот, костюм от Tiki-Tek. Ссылку я на магазин оставлю там внизу. Это у нас брюки. Это у нас куртка. Куртку заказал удлиненную. Состав ткани 80% полиэстер и 20% ХБ. Одену вам покажу. Ну, еще также заказал, так как мы сейчас начали откачку меда на свои пасеки. Ну, и для удобства работать в помещении, тапочки. Вот такие вот мягкие. Кнутся. Ну, и что тут у нас написано? Состав подошвы. Так, подкладка. А, полиэстер все. Все, полиэстер. Вот так вот выглядит этот костюм на мне. Он свободный. Я немножко как бы размерщик. Так он мне не в обтяжку заказал. Здесь на рукавах удобно то, что и имеется. Резинка. Здесь вот, что можно будет туда заправить перчатки. Либо перчатки сверху пойдут. И, естественно, внизу, внизу тоже резинка. Чтобы пчелки не зайдут туда уже. Вот работаем, друзья, вот в таких костюмах. Фактически весь сезон пчеловодный. Все, хоть куда. Поехал. Всего лишь взял любую сетку пчеловодную. Надел и пошел к пчелам. В общем, что. Нахожу матку в рое. Ну, а раев я пересадил. Можно было делать сразу. Рой пересаживаешь, находишь матку, отбираешь, убираешь. И ложишь клеточку со своей маткой. Но в моем случае получилось так, что я раев вначале всех переселил. А потом уже отобрал всех маток. Далее, что я сделал, ребята. Когда я отобрал всех маток. Принес с нуклеусного парка своего нужных мне маток. Плодных. Из нуклеусов. Маточки там уже сеяли. Был засев. И немного там печатного расплода. И еще вот эту тонкость вам скажу. То, что у нас в это время как бы начался взяток. Ну, на Урале это можно назвать главный медосбор. И вот сейчас, в этот момент, получилось так, что я начал менять маток в раях. Я использую, ребята, вот такие вот клеточки. Большие. Кто, может, их уже видал. Когда-то, может, я их уже показывал. А это евроклеточка. Это клеточка Гайдара. Так она называется. Ну, подобных клеточек очень много уже выпускается. Подобных клеточек. Здесь, в эту клеточку, я посадил только одну матку плодную сюда. Это клеточка многоразового использования. Здесь два окна. Здесь имеется перемычка. Ну, я перемычку встал. Перегородка. Чтобы канди пчелы не грызли раньше времени. Вот это, получается, малое окно. Половинка канди вот так. Это в два раза больше. Здесь большое окно, через которое в дальнейшем матку уже пчелы выпустят. Что происходит? Беру вот эту клетку с маткой. В ульях маток я отобрал. Поднимаю положок. И клеточку ложу вот таким образом. Ну, есть видео, некоторые говорят, что нежелательно так ложить клеточку. Но в моем случае все проходит прекрасно. Лапки через вот эти дырочки у матки не проскакивают. Пчела, если агрессивно относится к матке, не может ухватить и откусить лапку у матки. Ну, я еще поговорю о подсадке. Если кто получил вот в такой клетке, в евроклетке матку, уже я отдельно поговорю по подсадке матки вот в этой клетке. Все. Я вот таким образом положил и ложу клетку обязательно на те рамочки, где я нашел матку и где находится расплод. Вот, допустим, рой сидит в этой половине, где сда, здесь по центру расплод и по центру, где расплод, где нашел матку, вложу туда же клеточку. Все. Закрываю. Проходит двое суток. Двое суток прошло. На третьи сутки убираю полностью вот эту вот задвижку. Вот. Вот эта задвижка у меня. Я ее просто, чтобы не потерять. Задвижку просто вот сюда вот сделаю и все. На третьи сутки, открыв задвижку, опять ложу в клеточку и все. Пчелы грызут канди в течение суток, допустим, вот это окно, вот это окно наполовину прогрызут. И мне уже на четвертые сутки не нужно подходить к этому улью и открывать большое окно. Оно у меня открыто. Просто грызть канди, пчелам придется дольше. Все. Я один раз открыл и забыл. Ну и потом, когда матку уже выпустят, прогрызут. Ну, конечно, процесс вы сами, ребята, знаете. Вначале прогрызает первое окно вот это вот. Матка здесь пройти не может. Пчелы общаются с маткой, разносят все ромоны по улью. В дальнейшем, конечно, на следующие сутки прогрызут полностью большое вот это окно и выпускают матку. Все. Это в моем случае. И то, что сейчас идет главный медосбор. Пчелы, как бы, такой большой агрессии к маткам нет. Ну и по евроклеточке, что могу сказать. Да, вот получается. У меня покупает маток, чтобы правильно подсадить. И пчеловоды, конечно, делают ошибку. Приехали, отобрали матку в булье. И сразу отламывают вот эти окна. Ложат. Пчелы быстро, естественно, прогрызают канди, пробираются к матке и начинаются проблемы. То откусывают ножки, то начинают гонять ее. Если выпустят, могут и в клуб взять потом в дальнейшем. Прием. Если поторопишься, прием будет, ну скажем, я так делал, где-то 50 на 50 будет. Из 10 маток у вас примут 5 маток. Если вы будете торопиться открывать вот эти окна. А чтобы этого не произошло, пришла вам клеточка. Привезли вы клеточку на пасеку к себе с плодной маткой. Отобрали матку там, в том булье. Да, я вложил раньше вот таким образом клеточку. Некоторые пчеловоды советуют положить вот так вот клеточку. Но не забываем то, чтобы положком не прикрыть вот эти окна. Да, матка будет там ходить по стеклышку. Ножки у нее проваливаться уже в дырочки не будут. И агрессии, откусывания лапок, конечностей уже, конечно, не будет. Будет к минимуму, скажем так, сведено. Здесь, естественно, нужно положить какие-то брусочки, либо что, чтобы пчела общалась и ходила сверху по клеточке. С боков общалась. Но эту клеточку держим в улье трое суток минимум. Ребята, запомните, трое суток были варианты у меня подсадки маток с обслуживающей пчелой. Маток принимают, да, принимают и с обслуживающей пчелой. Желательно, конечно, обслуживающую пчелу выпустить. И еще, ребята, не делайте ошибок. Матка здесь, когда плодная, взятая из нуклеуса, или шла в дороге там неделю, матка будет очень такая, как бы худенькая, чуть побольше пчелы. И некоторые пчеловоды по незнанию могут сказать, что да, эта ж матка-то не плодная. Где у нее длинное большое брюшко? Про брюшко скажу одно, что брюшко у матки бывает тогда, когда матку откормят, когда она принята в улье, когда она откладывает полторы, две, две с половиной тысяч яиц в ней и в сутки, тогда вот эта вот матка откормлена, и у нее задняя часть туловища, естественно, очень большая, длинная. И матка получается раскормленная, крупнейшие купленные матки из нуклеусов, они гораздо мелкие, неоткормленные. Далее что? Три дня обязательно держим матку в клетке. Желательно одну матку. Обслугу выпускаем где-то на окне, чтобы матка у вас никуда не улетела. Не делайте ошибок. Матки летают вот эти вот плодные. Где-то в комнате у окна выпустили пчелу, оставили одну матку. Все. Трое, четверо суток маточка находится в улье, также на рамочках, на тех рамочках, где находится расплод. Там, на этих рамках расплодных, естественно, есть и речинка, и яйца. Но этот способ, вот именно то, что меняем плодную на плодную. Вот только через трое-четверо суток отламываем малое вот это окно. Пчелки за сутки прогрызает, общается с маткой, разносят феромоны по улью. И потом уже на пятый день открываем вот это большое окно. Вот и все. Но с такой клеточкой нужно, видите, подходить два раза к этой клеточке, чтобы отломить малое и большое окно. Если сравнивать вот с этой вот более универсальной многоразовой клеточкой. Да, вот этот способ, ребята, не стопроцентный, но он приближен к ста процентам. Вот то, что вот я подсаживаю, если у меня 10 из 9 приняло маток, меня это вполне устраивает. Да, пожалуйста, делайте безрасплодные отводки, подсаживайте матки. Делайте, садите маток на лупящий расплод без пчелы. Также делайте отводки только с печатным расплодом, без всякого личиночного расплода. Да, все это работает, но это, ребята, более кропотливая работа. И, конечно, те, скажем, подсадки маток будут более на высоте, скажем так. Ну, а то, что вот этот способ я вам рассказал, показал, как я делаю свой способ. Мне не приходится делать какие-то отводки отдельные для подсадки, допустим, мат. Потом объединять на медосборе где-то что-то, вот такие вот все манипуляции я не делаю. Это кропотливая работа. Это вот находимся сейчас у меня на стационарной пасеке, плюс еще два тачка. Так что, сами понимаете, работы очень много. Но вот этот способ вот так вот работает. То, что я вам сейчас показал. Кому-то, если это интересно, делайте так же, как я. Если понравилось мое видео, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем внизу на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А также все ссылки на интернет-магазин TikiTek внизу. Вся наша продукция ссылки тоже внизу. Всем, друзья, пока и до встречи на моем канале. Пока-пока!